Глава государства Касымжумар Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинский регион. Президент посетил ряд промышленных и индустриальных предприятий региона, а также ознакомился с деятельностью социальных объектов. Рабочая поездка Касымжумар Токаева в Карагандинскую область началась с посещения металлургического комбината «Кармет» в Тимиртау. Президент ознакомился с работой доменной печи номер 3, объем производства которой составляет 3,8 миллионов тонн чугуна в год. Председатель совета директоров «Кармет» Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на суммы свыше 3,5 миллиардов долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 миллионов долларов и железно-рудного департамента в размере 978 миллионов долларов. Производство чугуна, как вы видите, процесс полностью автоматизирован. Главе государства продемонстрировали работу конверторного цеха номер 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки. По словам руководства, ключевыми задачами остаются поддержание технического состояния, усовершенствование систем ремонта, системы оборота кристаллизаторов и сегмента всех машин. В следующем году запланирована объемная работа по модернизации систем управления и систем гидравлики. Глава государства отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Тимиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта – трамвай. Касым Шумар Токаев поручил акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества реализуемых проектов в области промышленной безопасности, эффективности и модернизации производства, улучшения экологической обстановки региона. Сказал, что правильное решение мы приняли, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше, но останавливаться нельзя. Я думаю, главная задача – это возродить былую славу кормета и, конечно же, уделить самое пристальное внимание социальных вопросов. Я знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на наше предприятие, смотреть, как развивается комбинат. Президент также побывал в Центре креативных технологий «Кормет». Он является новой точкой для активной и творческой реализации молодежи города Металлурга. Директора по управлению непрофильными активами «Кормет» проинформировал президента об открытии в Центре техносекции. То есть, все выбросы, которые у нас есть с мазута при переводе на газ, это абсолютно решает экологическую проблему, о которой вы задачу ставили. Президент посетил и диспетчерско-аналитический центр «Кормет». Генеральный директор «Кормет» Вадим Басин доложил Касымжумарту Тукаеву о развитии угольного подразделения компании. До конца 2025 года на всех восьми шахтокомпании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков. В завершение президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе. Программа рабочей поездки Касымжумарта Тукаева в Карагандинскую область продолжилась ознакомлением с деятельностью недавно открытого дворца школьников «Каусар» в микрорайоне Пришахтинске. Президент был проинформирован о том, что в 13 кружках и секциях занимаются 1600 детей. Здание общей площадью более 3000 квадратных метров оснащено необходимым оборудованием для обеспечения и получения качественного дополнительного образования. Глава государства обратил внимание на важность творческого и креативного развития молодого поколения. Он также подчеркнул, что уделяет большое внимание охране окружающей среды, в том числе проведению экологической акции «Таза Казахстан». Президент призвал школьников принять активное участие в этом важном начинании.